Итак, вот наш список скриптов этого пакета программ для подготовки предметных указателей. Вот это наш файл, с которым мы будем работать. Вот этот файл index.list.idml я его перенес только что вот отсюда. В этой папке есть папка стилииндекс, и там есть файл index.list.idml. На базе него создаются все индекс-листы с терминами. Там, где и греб-запросы, и они сами. Вот я его просто сюда перенес, чтобы быстрее начать работу. А сам файл, начнем с предметного указателя сущностей. Вот здесь у нас есть все эти термины, 1, 2, уже все номера стоят какие нужны. То есть нам нужна средняя колонка. Как это переносится? Идем в нашу папку. Этот индекс ставился idml. Открываем. Вот здесь у нас эти стили. В группе индекс ставился 4 уровня. Нам этот уже даже не нужен. Без него все будет работать. Тут есть... Я с мастером связь разорвал. То есть есть фрейм, куда мы будем сейчас помещать текст. Выделяем эту колонку среднюю. Копировать. Идем сюда. На всякий случай проверяем, что у нас обработка буфера стоит только текст, а не вся информация. Эта вся информация вставится в таблице. А нам сейчас только текст нужен. Ставили. Вот если сейчас сразу запустить файл текст.тейбл. Давайте запустим. Просто увидите ту ошибку, про которую он говорит. Чтоб для вас она не была неожиданностью. Ну да, сохраняем. Вот видите, он обнаружил, что абзацный стиль не тот, который нужен. Не один из тех четырех предустановленных. Поэтому мы выделяем все это дело. Открываем абзацные стили. И это у нас левел 1, первый уровень. У нас там в Сита 2 еще один уровень есть. Сейчас мы его отметим. А в Сит 1, да? Не важно. Вот у нас два уровня. Теперь все должно работать. Делаем греб запросы. Они делаются в предположении, что у нас это не имена, а слова. Вот по этой причине я сейчас покажу. Слово Будда, там Будда и Буду. Это разные греб запросы. Вот эти нам вещи не нужны. Нужно будет добавить. Что угодно добавить можно. Вот готово. И мы закрыли. Теперь то же самое сделаем для... Откроем этот файл. Сохраним с именем другим. Сейчас мы сюда ставим флору. Удалить таблицу. Идем в тексты. Вот у нас флора. Все термины. Выделяем. Копируем. Вставляем. И запускаем этот скрипт. Тут как раз то, что нужно. Слова, а не имена. Сохраняем. Сохраняем его с новым именем. И теперь я сделаю таблицу для предметов. Таблицу удаляем. Идем в текст. Вот предмет у нас, все слова. Это тоже слова. Копировать. Ставили. Все слова первоуровня. Итого мы здесь имеем первый, третий и пятый. Это то, что надо. Второй и четвертый. Это промежуточные варианты. Их можно даже взять и удалить. Чтобы они тут не отсвечивали. Теперь нам нужно каждый из этих трех файлов сказать, что это отдельный предметный указатель. Вот мы вот этот файл открываем. В котором, кстати, сейчас эти термины – это слова, а не имена. Почему? Давайте про Будду поговорим. Видите, Будда у нас. Вот такой запрос. И это меняется вот здесь. Выделяю текст. В инструкции об этом написано, что есть скрипт. Get info for search. Флажок меняем. Что первое слово с фамилией. Кнопку нажимаем. Вот теперь Будда, Будда. Уже от того слова Будду нигде не будет. То есть там была вот такая ошибка, что был пропущен вариант использования слова. И вот нормально, пропустить можно. Если вы видите, то поправить легко. Как поправить, я покажу попозже. Если вы видите, то это исправляется быстро. Итак, давайте мы сейчас здесь все термины этого столбца выделить. Столбец. Говорим, что это первое слово фамилия. Кнопку нажимаем. И вот все фамилии, которые кончаются на И, они не склоняются, так что здесь все нормально. Это запрос нам больше не нужен. Теперь как сделать, как сказать, что этот файл это отдельный предмет-указатель. Вот здесь скрипт. Надо маркер. Да, курсор надо поставить в левую колонку таблицы. Вот пусть это будет иметь букву D, этот файл, этот предмет-указатель. Вот буква D добавляет и дефис в начале каждого слова. И буква D в квадрат и скопка будет добавлена вместо дефиса в имени. Это критерий, что у нас именно предмет-указатель отдельный, а не тот, который был в начале сделан. Вот он стал D, в квадрат и скопочках 0, 0, 1. Теперь то же самое сделаем для флоры. Но тут термины, именно слова. Поэтому здесь сразу нажимаем, курсор в левую колонку. Пусть это будет буква F. Готово. И вот этот предмет. Мы запускаем. Да, опять надо просто его поставить куда надо. Уй, будет H. Итого, мы имеем 3 файла Index List для разных предметных указателей. В следующем видео я расскажу, как этим распорядиться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...